Так, ребята, всем привет! После Сан-Франциско мы отправились в долину на Павелло. Это находится... Долина находится рядом с Сан-Франциско примерно полтора часа на машине. Но это абсолютно совершенно другой город. Здесь виноградники повсюду, как Европа. Здесь делают вино. Повсюду дегустация вин. И эта поездка будет тоже очень интересной. И вы увидите все самое интересное, что есть на Павелло. Мы просто по максимуму вложились в эту программу. И очень-очень красивые здесь виды, как Европа. И вам сейчас все покажу. Сейчас мы идем на первую дегустацию небольшую в одно очень милое заведение. Это, между прочим, Донтаун считается. Это центр города на Павелло. В Напа. Вообще в Напа. Повсюду цветы. Так романтично. Такое у нас красивое окно. И сейчас у нас будет проходить дегустация из четырех разных вин. И вот такой вот интересный бар. Здесь за вот тем баром проходит другая дегустация. За нашим баром совершенно другая. Мы такие голодные, с дороги. Думали, нас здесь накормят. А здесь нам перенесли, ну, просто очень маленькие закусочки под каждое вино. Так что мы выйдем голодные отсюда. Итак, у нас была дегустация в предыдущем месте. Я все названия оставлю в описании под этим видео. Мы сейчас перебрались в другой ресторан. Здесь тоже очень вообще круто. Это такой вообще очень крутой ресторан. Здесь подбирают под каждое блюдо вино. И все так закрыто. Лакшери. И я постараюсь что-нибудь снять для вас и показать, как это все происходит. Когда мы пришли, нам дали вот такие айпады с, опять же, с вином. Которое вы выбираете. Ужас, ужас. Вот. Первое блюдо, которое нам принесли, это комплимент. Мы не знаем, что это на хлебушке. И вот сравните размер с моим пальцем. То есть таких штучек нас ждет аж шесть штук. В общем, это комплимент. И второе вот с картошечкой, авокадо, чипсик. И еще говядина там есть. Только не знаю где. Так, я забыла сказать о том, что вот каждое блюдо, которое нам приносят, к нему идет определенное вино. Например, карпаччо мне подали сухое розовое розе. Мы съели только что лобстер с дыней. И нам подали сладкое, якобы мускат. Я не помню, что это такое. В общем, каждому блюду свое вино. Да, следующее блюдо у нас лосось с огурцом. И второе блюдо у нас темпура шримс. Это креветки с авокадо. Итак, это у нас по счету не знаю какое блюдо. Четвертое, по-моему. А, нет, третье. И у меня вот равиольки какие-то непонятные. Я запуталась уже с чем. А еще здесь у нас утка, которая 21 день готовилась. Или где-то там валялась. В общем, 21 день. Это наше последнее блюдо. У меня тут рыбка с креветками и с медьями. И есть у нас еще мясо. Биф – это говядина со свеклой. Вот, у нас есть уже десерт. И принесли специальные вина под десерт. Мой десерт. Это персик, хлеб сладкий, как Юля ты любишь. И трюфельный сыр. И второй десерт. У нас мороженка с лимонным кейком и так далее. Просто великолепие невозможное. Доброе утро. Мы приехали в очень интересное кафе на завтрак. Называется Alexis Bake Company, ABC. В общем, заказали себе завтраки. У меня тут панкейки с рикоттой лимонные. И что-то мексиканское, мексиканное, острое. В общем, очень интересные завтраки. Так, вначале нужно зарегистрироваться на поезд. И дальше нас ждет завтрак. Смотрите, здесь продают чемодан для вина. Вот так вот люди любят вино. Итак, мы идем в поезд. Будем искать наше место. У нас стол в ресторане. И это целый поезд на Павелла Вайн Трейн. То есть специальный поезд для того, чтобы дегустировать вино. Вот такой у нас классный ресторан. Прям в поезде. Очень романтично напоминает один из фильмов. В этом вагоне кухня, ресторан, бар, вино. Всем привет. У меня вот такое красивое платье сегодня. Зара. Смотрите, какую красоту нам принесли. Это говядина, медиум со спарагусом, с пюрешкой и свинина. Здесь тоже очень много всего интересного. Дегустируем вино. Совиньон блан и мерло. А также любуемся прекрасными видами на горы и виноградники на Павелла. На поезде мы проехали примерно два часа. На елес до отпала. И сейчас нас везут на автобусе, на виноделью, где мы будем тестить вино. У нас встречают здесь с вином. На заканчиваем. Смотрите, у них инжир. Инжир растет. Это вообще так круто. Смотрите, как интересно. Виноград уже почти созрел. Настоящий американский калифорнийский виноград, из которого делает вино. Мне сказали, что вот эта половина шара с России привезена. Мы догадываемся, что это что-то с морской темой, связанной от корабля какая-то часть. Это из России. То есть я сказала, что из России. О, у нас вот есть часть из России. У нас вот такой красивый лифт, который спускает нас в винный погреб. И мы сейчас едем в еще одну винодельню. И там будет тоже дегустация. Короче, я сегодня наплюсь. Итак, мы приехали на вторую винодельню. Сейчас будут нас поить вином. Боже мой, я поражаюсь, как здесь в Калифорнии классно растут фрукты и овощи. Просто невероятно. Здесь все за здоровое питание. Очень-очень много продуктов местного производства. И я прям тащусь от этого. И посмотрите, какие бочки алюминиевые. То есть я не знаю, даже, может, они не алюминиевые. Но вот здесь производят вино. И очень-очень прикольный дизайн. Даже вот два зеркала, как два глаза, да? Вообще необычно, очень здесь в этой винодельне. Смотрите, а здесь, видимо, проходит очень такой закрытый вайн-тейстинг. Потому что темная комната и необычное место. И я вижу, что здесь был вот этот вот известный мужчина. Я забыла, как его зовут. Джон какой-то там. Смотрите, действительно необычный, очень необычный ресторан. Там, видимо, даже клуб какой-то. Потому что два манекена. Вау. Ну, просто ночной клуб, а не винзавод. Вот это, я понимаю, винодельня, ребят. Или wine-тестеринг. Вот такой должен быть wine-тестеринг. Нас привели в еще одну комнату. Тут все просто в красном цвете и в бархате. Ну, явно хозяин с наклонностями небольшими. Сто процентно. Ну, это прикольно. Это красиво, конечно. Но... Ну, прям слишком вызывающе. Бархат. Он, видимо, был француз. Сто процентов француз. Ребята, всем привет. Сейчас 5.30 утра. И мы приехали кататься на балунах, взлетать. Вот, в общем, мы приехали в начале пункта назначения, где нас всех заберут. Здесь человек 20. Нас напоили кофе, круассанами. И мы отправимся все вместе куда-то, видимо, на каком-нибудь поле. И с этого поля будут взлетать балуны. Вообще, как бы рекомендуют, если вы приехали на Павелло, полетать на балунах, потому что это очень красиво. В общем, 5.30 утра. Вон, видите, толпа людей. Сзади меня 20 человек. Я не могу представить, неужели все будут на одном балуне или как-то всех расформируют по-разному. В общем, все увидим. В общем, все, мы приземлились. У нас были приключения, мы врезались в дерево. Я, к сожалению, не сняла этот момент, но это было очень весело. Я думала, что это часть программы. Просто стою такая, смотрю, мы прям вот, наша корзина врезается в дерево. Я такая думаю, наверное, так надо. А потом оказалось, что так не надо. В общем, мы быстренько сели, присели, нас палками там чуть не задавило. Было, короче, весело. Вот, а сейчас спускают наши шарики. И мы едем на завтрак. Мы приехали после шарика на бранч. Вон, нас ждет уже шампанское. И бранч. Также нам сделали фотографии в рамочке. Очень мило. Вот он наш бранч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова